И теперь нам нужно произвести некоторые внутренние настройки. Давайте-ка перейдем в консоль. Страницы, все страницы. Нужно переименовать все страницы на русский язык. Изменить. Главное. Home это главное. Сохраняем изменения. Все страницы. Изменить. Это блог. Обновить. Все страницы. Контакты изменить. Контакты. Обновить. Все страницы. Изменить. Портфолио. Обновить. Все страницы. Офотостудии. И вот обо мне мы переименуем о фотостудии. Фотостудии. Обновить. Отлично. Теперь в записи. Рубрики. Единственную рубрику без категории мы переименуем в блог. Блог. Обновить. Все записи. Все записи. И вот несколько статей у нас для примера есть. Вы можете сколько угодно их добавлять. Для добавления новой статьи. То есть новой записи. Кликайте вот добавить новую. Я вам хочу показать как на примере вот этой первой записи. Вы можете редактировать другие записи. Наводите на существующую запись. Кликайте изменить. Так. Ну вот этот шаблонный текст. Давайте сверху вниз весь выделим. Delete. Не очень хорошо он удаляется. Delete. Delete. Изображения мешали. Надеюсь, все это дело. Все отлично. Давайте я скопирую сейчас. Шаблонную. Запись. Вот. И сейчас текст шаблонный мы скопируем. Выбрать все. Ctrl-C. Так. Добавляем классический параграф. В общем, смотрите. Давайте. Плагины установлены. Во-первых, у нас есть два шаблонных плагина. HelloDolly и Antispam. Выделяем их. И выбираем удалить. Применить. Теперь нам нужно еще добавить один плагин, который расширит нашу панель редактирования контента. Добавить новый. Здесь вводим Advanced. Нам нужен плагин, у которого аватар изображения будет карандаш. Установить. Активировать. Записи. Все записи. Вот она. Изменить. Добавляем блок. В общем, есть блок заголовки. Вы можете формировать через заголовки. А может и есть еще для обычного текста, абзац или классический параграф. Лучше не использовать эти два виджета сразу в одной статье или иначе получите разные шрифты, даже если вы будете указывать один и тот же шрифт. Я рекомендую вам использовать классический параграф. Добавляем. И вставляем тот текст, который мы скопировали. Можно выбрать все. Тут шрифты можно отправить. Ну вот цвет текста мы выбираем. Черный. Ну так же через зону изображения другие виджеты можете добавлять. Обновляем. Сохраняем. И теперь все записи по этому же алгоритму. Давайте настроим остальные записи. Итак, я добавил все пять записей. Теперь мы должны перейти на сайт. Переходим в панель настроить. Здесь нам нужно перейти в свойства сайта. Нет, не свойства. General Site Setting. Favicon. И нужно загрузить иконку сайта, которая отображается возле названия сайта у заголовка вкладки браузера наверху. И так же будет отображаться в топе поисковой выдачи рядом с ссылкой на ваш сайт. Итак, изменить изображение. Я загружу аватар изображения фотоаппарата. И в конке вы можете взять на сайте iconbeard. Ссылка на этот сайт будет под видео. Выбрать. Выбрать. Обрезать. Опубликовать. Все. Давайте посмотрим внизу, где наши записи. Видите, я вставил как бы записи. Мне нужно вставить еще. Я забыл вставить аватар изображения записи. Давайте кликнем по этой записи. Редактировать запись. Так. Здесь документ. Изображение записи. Установить изображение. Установить изображение. Опубликовать. Перейти на сайт. Сейчас смотрим. Давайте посмотрим. Да, все отлично. И теперь нам осталось лишь настроить формы обратной связи. Продолжение следует.